Спонсор программы «Новости Верхнекамья» – Перезняковский драматический театр и драматургическая лаборатория с 14 по 19 мая. Стань сценаристом, напиши свою пьесу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова ребенок, и снова без присмотра взрослых. В Березниках иномарка сбила первоклассника. Один из детей выбежал на дорогу перед близкоидущим автомобилем. Бюст-мост. Березники присоединились к проекту, направленному против рака груди. Заболевание не смертельно, если оно выявляется на ранней стадии. Часть – штык-лопаты, гильзы и кирпичик из дома Павлова. Воспитанники каскада пополнили коллекцию экспонатов своего музея. Ночной выпуск с дорожного происшествия, в котором снова пострадал ребенок. На улице Парижской коммуны под колеса автомобиля угодил 7-летний мальчик. Все началось с того, что двое мальчишек и девочка играли на газоне напротив 21-го дома на Парижской коммуне в 8 вечера без присмотра взрослых. Дети находились на разделительном газоне на прогулке. И во время игры один из детей выбежал на дорогу перед близкоидущим автомобилем. В результате чего произошел наезд на ребенка. У водителя не было ни одного шанса увернуться от мальчишки. Хорошо, что скорость была небольшой. У маленького нарушителя сильная травма головы, множество ушибов. Первоклассника положили в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. В ГИБДД надеется, что эта авария послужит мальчику уроком. И впредь он будет аккуратнее. Продолжу выпуск. 8 мая, ровно 74 года назад, в пригороде Берлина был подписан акт о капитуляции фашистской Германии. Сегодня на городском кладбище почтили память героев 40-х, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо над головой. Этот воинский салют звучит в память о тех, кто не вернулся с войны и умер от боевых ранений в городских госпиталях. 61 год назад на городском кладбище воздвигнули этот обелиск. Поколению фронтовиков, поколению дружингов тыла довелось пройти через самые серьезные испытания из тех, которые выпали на долю нашего народа в 20-м столетии. И они сделали просто невозможное. На воинском кладбище обрели вечный покой и герои Советского Союза. Командир танка Т-34 Геннадий Виноградов и отважный комбат Николай Редкин. Но здесь захоронены и те, чьи имена еще не увековечены в камне. Здесь 22 июня будет открыт еще один обелиск, посвященный 92 бойцам, которые умерли от ран в Березняках и которых сегодня пока здесь на этих мемориалах нет. Первые лица города, ветераны труда, представители предприятий собрались сегодня на вахте памяти. Конечно, не обошлось и без молодого поколения. Здесь волонтеры, студенты и воспитанники центра «Каскад». Несмотря на юный возраст, они осознают, чем заплатили за победу наши деды и прадеды. Они воевали для того, чтобы дальше остальные люди жили в радости, не знали таких моментов в жизни. Да, они сделали очень сильно, очень большой вклад своими поступками, своими жизнями, чтобы мы жили радостно, чтобы мы не знали вот это вот, что такое война. В этот день у обелиска не было ветеранов войны и тружеников тыла, ведь здоровье уже не то многим за 90. Сейчас в нашем городе живут всего 40 участников войны. Двое из них отпраздновали вековой юбилей. Лично сказать спасибо за мир ветеранам мы сможем уже завтра у мемориала победы. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости, Верхниками. А теперь самое время рассказать о том, как, во сколько и где завтра будут праздновать День Победы. Откроет череду мероприятий торжественное шествие Бессмертного полка. Сбор участников намечен на 9 утра на Советской площади. При себе необходимо иметь штендер с фотографией своего героя. В 9.30 старт движения колонны Бессмертного полка. Мы пройдем по Советскому проспекту до улицы Ломоносова и вдоль улицы Ломоносова до мемориала Победы. И в 10 часов утра мы торжественно войдем на мемориал Победы. Торжественный митинг, посвященный 74-й годочнине Победы. Сразу после торжественного митинга березняковцев приглашают присоединиться к гуляниям в городском парке культуры и отдыха. С двух дня до шести вечера там будут проводить мастер-классы, конкурсы, викторины и игры для детей. В 16.00 десятки пар закружатся в ритме вальса и тем самым поддержат краевую акцию «Вальс Победы». А до этого в 2 часа дня от Советской площади стартуют участники традиционной легкоатлетической эстафеты. Что касается жителей Усолья, для них праздничный митинг начнется в полдень, а гуляния продлятся с часу до трех дня на площади Елькина. Прикоснуться к истории Второй мировой войны теперь можно и в музее Каскада. Его воспитанники недавно побывали в местах сражений Сталинградской битвы и привезли оттуда ценные экспонаты. В числе первых их увидела наша съемочная группа. 250 тысяч фашистских солдат, 4 тысячи орудий и 300 танков противостояли советским бойцам в самой кровопролитной Сталинградской битве. За полгода в этом сражении наша страна потеряла более 2 миллионов человек. В современном Волгограде их памяти посвятили огромный музей и множество монументов. Увидеть всю мощь и красоту города-героя смогли 8 березняковских детишек. 4 из них воспитанники Каскада. Одно дело слышать историю, другое дело хоть немножко прикоснуться. Это во-первых. И во-вторых, я видел, как у ребят настроение менялось и отношение к тем далеким событиям. То есть в начале, когда приехали, оно было такое, ну, какое-то поверхностное. То к концу поездки я смотрел, ребята действительно затаит дыхание, слушали абсолютно все, что им говорили. И, ну, видно было, что у кого-то даже слеза на глазах. Третий год подряд наш город становится лучшим в регионе по части патриотического воспитания молодежи. Поездка в места ожесточенных боев стала для ребят подарком от краевых властей. В путешествия взяли лучших из лучших, в их числе 15-летняя Елизавета. В Каскаде девушка занимается рукопашным боем и с завидной регулярностью завоевывает медали. Например, мы привезли гильзы с рассошек. Там действительно было очень много всяких экспонатов. Там прям были целые кучи, было очень множество всего. Были немецкие каски, русские каски. И все вот это вот мы привезли, чтобы это все почувствовать, чтобы принести сюда какую-то частичку, когда действительно за нас воевали и за нашу землю. А этот кирпич – частичка знаменитого дома Павлова. Он находится в самом центре современного Волгограда. В годы войны это четырехэтажное здание было оккупировано врагами. Отсюда открывался отличный вид почти на километр в трех направлениях – на восток, север и юг. Кстати, в числе уже наших экспонатов есть и немецкие вещицы. Например, ящик для переноски мин, а рядом с ним – железный подсумок для противогаза. Все эти реликвии, пропитанные кровью, болью и отвагой советских солдат, вскоре перекочуют из кабинета в музей «Каскада» на Степаново-12. После этого всех желающих по предварительной записи будут ждать здесь, на экскурсии. Кроме реликвий 40-х, здесь также можно увидеть вещи солдат, воевавших в Афганистане, Чечне и Донецке. Анастасия Лакман, Степан Некрасов. Новости в Верхнекамье. В Березняках открылся третий многофункциональный центр. Он расположился в районе Универсама-2 по адресу Мира-85. Обслуживать новое отделение МФЦ будет преимущественно предпринимателей. Еще больше интересных новостей смотрите далее в рубрике «Новости коротко». Отдых на природе с шашлыком в нашей стране стал дороже. Крупнейшее в России аналитическое агентство заявило, что цена шашлычного набора из мангала, шампуров, розжига и порции мяса по сравнению с прошлым годом выросла на 16% и составляет в среднем 970 рублей. Больше всего на 35% подорожал розжиг. Если в предстоящие праздничные выходные и вы планируете вылазку на природу, не забывайте о безопасности. В Березняках активизировались клещи и уже покусали 9 человек. Нападения зарегистрированы на территориях городского кладбища Третьего Калинова в саду номер 63, а также в поселках Круглый Рудник, Легина, Нартовка, Пыскар и Романово. Начать обрабатывать городскую территорию от кровопийц планируют лишь с начала следующей недели. И напоследок немного о погоде. В Перми впервые за 57 лет побит температурный рекорд. В начале мая столбики термометров в краевой столице поднялись выше 29 градусов. Однако самая жаркая погода в этот день стояла в Кунгуре плюс 30,5. Новости коротко подготовила Елена Силакова. Мост от безразличия к действию или говоря иначе Биус-Мост. Это социальный проект против рака груди, который ежегодно спасает сотни жизней. Накануне он вновь стартовал в 127 городах. Впервые к этому начинанию присоединились и Березняки. В чем суть акции и какие сюрпризы подготовили для ее участников, расскажем далее. Рак груди – самая распространенная форма онкологии у женщин. Ежегодно в России этот страшный диагноз ставит 60 тысячам пациенток. Статистика неумолима. За последние годы число заболевших до 40 лет возросло на треть. При этом в категории наибольшего риска все-таки находятся женщины после 50. Заболевание не смертельное, если оно выявляется на ранней стадии, то есть первая, вторая, но чаще всего к нам обращаются на третья, четвертая, то есть когда уже больные спрогрессировали, либо с метастазами. Поэтому там уже идет комплексное лечение хирургическое, химиотерапевтическое и лучевое. Лучшая профилактика рака – регулярное обследование. К нему призывает всероссийский проект Бюст-Мост. В Резняках его кураторами стали две молодые женщины – Инна Коробейникова и Евгения Захарова. Они не только организовали для всех желающих лекцию с онкологом, но и создали полезные флайеры. Сегодня, к сожалению, в зале было немного народу, но откликов было гораздо больше. Очень много вопросов задают в личные сообщения ВКонтакте. Очень много, вы не представляете, даже звонят по телефону и говорят, куда можно обратиться, кому можно обратиться. Это радует. В нашем городе обследование можно пройти в смотровых кабинетах по раннему выявлению онкологических заболеваний. Они работают при городских поликлиниках как в Березняках, так и в Усолье. Адреса и часы работы вы сейчас видите на своих экранах. На приеме каждой пациентке врач вручит специальный флайер. Он дает возможность принять участие в розыгрыше подарков в финальный день акции 19 мая. Мы всех ждем 19 мая в 12.00 в городском парке. Будет наше финальное мероприятие. Там будет много всего интересного. Будут все артисты города. Будут призы, подарки. Их будет много, будет интересно. Хочется, чтобы это был самый настоящий праздник жизни и праздник здоровья. Мы хотим максимально привлечь внимание абсолютно всех. Напомню, во время последнего массового осмотра онколога в нашем городе из 250 человек у семи выявили рак груди на ранней стадии. Всем больным уже назначено лечение. Евгения Акшарова, Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости. Верхнекамья. К другим темам. В полиции ищут отчаянную автоледи, которая украла автомобильную лебедку в одном из магазинов города. К дерзкому преступлению женщина подготовилась заранее. Подозреваемая в краже лебедки попала в объективы камеры видеонаблюдения. Вот сначала она присматривается к товару, достает из кармана заранее подготовленные кусачки и отрезает антикражный датчик. Впрочем, кусачки можно было с собой не брать, ведь они продаются в магазине. А дальше легким движением руки автоледи отправляет лебедку стоимостью 3000 рублей в пакет и отправляется в Освоясе. Куда именно? Может делать подарок возлюбленному, а может и на болото вытаскивать свою ласточку. В полиции города Березняки зарегистрирован материал по факту кражи имущества из магазина «Галамарт». По данному факту проводится проверка. Просим тех, кто узнал женщину на видео, позвонить по телефону 02 или 21 17 58. За это преступление подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Вместо этого возможен и штраф. Так что если дамочка вытащила свой внедорожник, то лебедку лучше вернуть в полицию, а не дожидаться, когда люди в форме придут к ней на чай. Впереди нас ждет 4 дня выходных. И это время можно провести активно и с пользой. Например, всей семьей покататься на велосипедах, роликах или гироскутерах. Где, расскажет Сергей Каленик. Занятия спортом никогда не выйдут из моды. В этом году в спортивной школе «Летающий лыжник» в поселке Новожилово велосипедов аж 9 видов. От детских для тех, кто еще не умеет кататься, до профессиональных. Здесь же детские и взрослые самокаты, гироскутеры и роликовые коньки. А для любителей стрельбы из пневматики здесь работает единственный доступный в городе Тир. На дорожках мы познакомились с Алсу Фадеевой. Она дает предпочтение гироскутеру. Этой чудо техники разгоняется до 20 километров в час. Чистый воздух. Это, во-первых. Во-вторых, спокойная атмосфера, обстановка. Здесь много отдыхающих, семьи приходят с детьми. Не остались позабытыми и командные виды спорта. «Летающий лыжник» приглашают поиграть в футбол, баскетбол и настольный теннис. Основное отличие нашего учреждения от всех остальных пунктов проката, то, что мы находимся в лесном массиве, где замечательный свежий воздух. И самое главное, нет никакого транспорта. Но хотелось бы обратить внимание всех родителей, чтобы все дети до 14 лет все-таки находились под присмотром взрослых в целях безопасности. Завтра пройдет официальное открытие. Первым пяти посетителям прокат бесплатно. Он работает с 9 утра до 8 вечера без выходных. Трассы от клещей пока не обработаны, так что не забудьте репелленты. Сергей Коленик, Степан Никрасов. Новости Верхнекамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.sobacamail.ru или по телефону 43 17 11 26 28 17. Авторы лучшего ролика недели получат в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Еще больше интересных новостей, а также объявлений из бегущей строки, вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Вы смотрели новости Верхнекамья. Мы выходим каждый день в 19.00 в кабельной сети Ростелеком на канале ТНТ и в интерактивном телевидении Ростелеком на канале ТНТ-4. Смотрите нас и на Верхнекамье ТВ. С вами была Анастасия Лакман. Далее смотрите прогноз погоды и новую серию социального проекта «Спасибо». Всего доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова